Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых инструментов. Центральной темой по-прежнему остаются отношения США и Китая и инциденты, которые уже привели к росту геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Вот этот фон кошмарит все рынки, держит в напряжении трейдеров, поскольку в любой момент обострения ситуации может привести к очень серьезной волатильности. Больше всего, конечно же, сейчас расстраиваются те, кто относился к категории, скажем, оптимистов, полагая, что отношения США и Китая, в конце концов, должны были завершить подписание двухстороннего торгового соглашения еще больше недели назад. Однако сейчас, на мой взгляд, вероятность этого крайне низка. И я стараюсь, опять же, держать вас в курсе, друзья, потому что фон, который появляется, комментарии, новости, они дают возможность детализированно оценивать, как обстоят сейчас дела именно с ходом переговоров и есть ли какой-то ориентир в плане надежды и предположения, что эти переговоры все-таки завершатся подписанием вот этого двухстороннего торгового соглашения. Мы, будучи, опять же, трейдерами-фундаменталистами, тоже внимательно оцениваем весь себя фундамент. Хорошо, что сейчас его достаточно, хорошо, что рынки ходят и показывают динамичные движения. Нефтянка, друзья, 72.16. Я по-прежнему склоняюсь в сторону того, что в приоритете нужно держать именно короткие позиции, потому что если мы опустим в данном случае сейчас Ближний Восток, а все-таки начнем по-прежнему с вами рассуждать о последствиях для мирового экономического роста, крайне непростых на текущем этапе отношений США и Китая, мы легко сможем выйти на угрозу для глобального экономического роста. Тем более, что я повторяю, друзья, что ситуация может еще сильнее обостриться, если, скажем, Штаты в ближайшие несколько недель примут решение обложить пошлинами оставшуюся часть китайского импорта. Это еще около 320 миллиардов, и тогда можно будет говорить о том, что мировая экономика просядет реально больше, чем на 0,4%, из-за того, что под такими совместными взаимными барьерами окажется больше 5% товара оборота. То есть не нужно недооценивать риск замедления мировой экономики. Индикаторов того, что это произойдет, достаточно. Посмотрите на статистику из Китая, мы ее, кстати, разбирали накануне. Про производство в страшном минусе. Ну, конечно же, темпы роста сохраняются, но это темпы роста, которые не вяжутся с теми цифрами, которыми мы привыкли в рамках статистики Китая. Роничные продажи на минимуме, друзья, за последние 16 лет. Если посмотрим на то, как это повлияет на экономику Китая, я думаю, что вы, друзья, знаете, какие трудности с экономическим ростом у этого региона, на фоне таких данных эти трудности будут продолжаться. И, разумеется, Китай – это ключевой импортер нефти. В конце концов, это должно отразиться на аппетитах этого региона, на углеводоробе. Против нефтянки и статистика по запасам мы получили сначала данные от Американского института нефти, рост на 8,6. Вчера мы похожую цифру видели от официального ведомства от Минэнерго, плюс 5,4 миллиона прироста. В частности, сейчас запасы уже почти 473 миллиона. Это максимум с сентября 2017 года. Если теперь мы опустим тему США и Китая и вернемся все-таки к Ближнему Востоку, я считаю, что эта тема также, друзья, может способствовать тому, чтобы, в конце концов, мы ушли на развитие нисходящей тенденции. Потому что все, что сейчас делается Штатами, на мой взгляд, направлено на то, чтобы спустить всех собак на Иран. Доказательства, опять же, инцидентов с нефтяными танкерами Саудовской Аравии, доказательства того, что Иран к этому имеет какое-то отношение, нет. Однако Штаты настойчиво заверяют общественности в том, что это так. Если, в конце концов, Штаты получат возможность для себя еще сильнее закрутить эти санкции, то, в конце концов, вы, друзья, понимаете, что рынок будет открыт для других поставщиков, которые, наверное, спят и видят, чтобы выйти на рынок с новыми объемами. И при этом, чтобы у этого было такое высокопарное оправдание того, что мы не хотим увеличивать производство нефти, но придется, поскольку все-таки первая очередная задача – это сохранение баланса. Поэтому даже ситуацию на Ближнем Востоке я трактую как возможность дождаться уже в самое ближайшее время очередных намеков и комментариев на то, что сделка по снижению добычи вряд ли будет продолжена и продлена на второе полугодие 2019 года. И, соответственно, это еще один медвежий фактор. Друзья, я предлагаю сделку селстоп с уровня 71.90. Считаю, что распродажи должны пойти и было бы неплохо их поймать. Евро против доллара 1.1208. Вчерашний день важен был для нас, для фундаменталистов, потому что вышли данные по темпам экономического роста. Они, правда, оказались в соответствии с прогнозами, то есть совпали с ними. Я, честно говоря, на фоне последних данных слабых по промпроизводству, по спаду в сфере услуга, на фоне последних показателей торгового баланса и низких значений активности потребителей позволил себе предположить, что статистика должна была бы выйти хуже. Но в итоге есть что есть. В целом не нужно обольщаться. 1.2 и в годовом выражении 0.4 в квартальном это смешные показатели для еврозоны. Это все равно статистика, которая указывает на то, что регион сталкивается с значительными трудностями. Еврозона продолжает дисконтировать все риски, связанные с глобальным экономическим спадом. На евро давит мягкая политика ЕЦБ, которая представлена низкими ставками. Они сохранятся таковыми в течение длительного периода времени. На евро давит также постоянно звучащие инициативы со стороны Европейского центрального банка о готовности задействовать новые инструменты. Мы ждем подробностей по операции ТЛТРО. Политик тоже не оставляет в покое Италия. Вчера мы получили сообщение о том, что Италия, скорее всего, нарушит бюджетное правило для стимулирования занятости. Это тоже негативный фактор. И евро действительно, друзья, не растет. Мы зажаты сейчас в узком коридоре, но уже тестировали поддержку 1.12. Это был предварительный тест. Я думаю, что рынок сам прощупал собственное настроение и понял, что готовы продавать этот актив. Я советую вам ставить на дальнейшее снижение. Доллар иена 109.47. Мы говорим о росте напряженности на Ближнем Востоке, о отношениях, о торговой войне, давайте скажем так, между США и Китаем, это то, что повышает спрос на защиту. Имейте это в виду, друзья. Этот фон, что в первом, что во втором случае, он только набирает сейчас такую критическую массу. Ну, по-другому эскалируется. То есть напряженность растет. Поэтому спрос на защиту будет преобладать. И вчера, как мы и рассчитывали, мы надеялись получить слабые цифры по США. Мы их получили. Родница просила минус 0,2%. Промпроизводство также в минусе. Минус 0,5. Это повлияет на риторику последующего Федрезерва и, в принципе, оставляет актуальными разговорами о том, что есть вероятность последующей реализации рецессии в Штатах. Тем более, что спред доходности облигаций долгосрочных и косрочных – это уже один из предвестников этого. Доллар канадец 1,3435. Друзья, пока что мы не можем сломать сопротивление такое мощное. По австралийцам у нас долгое время была планка 0,70. Мы ее сколько раз обхаживали. Но сделать нам удалось только тогда, когда мы накопили достаточный фундамент. По доллару канадцу похожая ситуация. Сейчас базовая инфляция. Вчера я был удивлен, что мы не оказались выше отметки 1,35. Потому что что в месячном, что в годовом выражении базовая инфляция снизилась. Это сигнал того, что ставки нужно снижать и дальше. Я надеюсь, что сегодня во время пресс-конференции Стивена Полза, который возглавляет канадский регулятор 18.15, она состоится. Друзья, нам все-таки напомнят, что исходя из низкой инфляции, из растущей угрозы неопределенности в сфере внешней торговли, перед которой уязвима канадская экономика, все-таки нужно склоняться в сторону проведения более мягкой монетарной политики. И я жду, друзья, все-таки поход к уровню 1,35. Поэтому предлагаю сделку Болимецу уровня 1,3410. По австралийцу 0,6914. Мы снижаемся в целом. Друзья, уровень безработицы несколько часов назад вышли данные. Вырос до 5,2% с 5,1%. Поэтому надежда Резервного банка Австралии, что рынок труда сможет вытащить экономику, они несостоятельны. Эта статистика нам, собственно, и доказывает. Держим короткие позиции в расчете на то, что пара будет котироваться. Я думаю, что в перспективе ближайших 2-3 недель уже ниже отметки 0,68. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...